Как думаешь, мы уже можем прочитать твои мысли? Нет, это слишком сложно. Мы знаем, что они формируются где-то вот здесь, но волокон десятки триллионов, а связи у нас у всех формируются в разных местах. Вспомни свой самый грязный секрет, тот самый, который гложет тебя перед сном. Ты не делишься этим ни с кем. Где он записан? Почему перед сном ты прокручиваешь это в голове? Что в этот момент стимулирует это стыдное воспоминание? Мы точно не знаем, но секрет твой мы можем прочитать. Невероятно, такого быть не может. Эти мысли крутятся сейчас в твоей голове, но это же твой личный опыт. Ты даже не знаешь, какие цвета видят другие люди. Мы не уверены, что твой зеленый цвет такой же, как у меня. Мы знаем, что мысль где-то тут, но это же просто электрический импульс. Как можно узнать со стороны, за что он отвечает? Можно, и мы уже умеем это делать. Помнишь ты историю про девочку-подростка, которая стала получать купоны на товары для беременных до того, как она узнала, что она беременна? Магазин Таргет понял, что она беременна по истории ее предыдущих покупок. Нейросети вывели это и... Наверняка помнишь. Я рассказывал об этом в одном из предыдущих видео. Так вот, это было 11 лет назад. 11! А теперь вспомни, как далеко мы продвинулись в этом за 11 лет. Нейросети уже могут содержательно ответить на любой твой вопрос, вести диалог как настоящий человек, генерировать огромные полезные тексты, рисовать неотличимые от реальности картинки по паре слов описания. Ты думаешь, мы все еще твои мысли прочитать не можем? Даже это видео стало возможным благодаря нейросетям. Во всех смыслах. Чат GPT значительно упростил сбор материалов, поиск интересных аналогий, фактов, исследований. А продакшн-видео был возможен благодаря тому, что вы записываетесь на мой курс по работе с Чат GPT. Я обучаю искусству создания и модифицирования эффективных промптов для получения максимальной пользы. Например, я рассказываю о технике рекурсивного промптинга, которую я сам так назвал. Благодаря ей я смог обучить Чат GPT понимать специфику моего канала в деталях, скормил ему все мои видео. Теперь он знает мой стиль, мои предпочтения, мои успехи и провалы, сильные и слабые стороны моих сценариев и может выдавать те материалы и в том виде, в котором они мне нужны. И Чат GPT полезен не только в моей профессии. Я верю, что это навык, который незаменим в любой нише. Он значительно упростит ваши задачи, будет полезен в обучении, в исследовании, в проблемсоллинге. Многие уже создают на базе GPT автоматизированный бизнес, который приносит пассивный доход. Этот навык точно пригодится в резюме и с каждым месяцем будет становиться все нужней. Посмотрите мой бесплатный вводный урок на сайте, там я в деталях рассказываю о содержании курса. И, как вы уже поняли, этот курс также поддерживает работу этого канала и всей нашей команды. Спасибо. Вернемся к чтению мыслей. Начнем с того, что существовал Стивен Хокинг на секундочку. Да, мысли его мы не читали, но подумайте, какие простые на самом деле устройства считывали все, что он хотел сказать. 85-й год. Простая доска с алфавитом, на которую он указывал палкой. Конец 80-х уже появляется его характерный электронный голос, а слова он уже набирает на экране. Начало 90-х начинает отказывать рука. Середина 90-х – сенсоры, которые улавливают движение мимической мышцы на щеке, которой он мог продолжать двигать. Начало нулевых – алгоритмы предсказания речи, которые в разы ускоряют скорость ввода. Система непрерывно развивается. 2010-е – Intel совместно с Хокингом разрабатывают систему, с помощью которой он может писать документы, отправлять электронные письма, пользоваться интернетом, управлять девайсами с помощью щеки. Он работал щекой. Но у Хокинга работала щека. Давайте дальше. Куэн – синдром запертого человека. Она сохраняет ясность ума, но не может взаимодействовать с внешним миром. Представьте, какая это пытка. И вот она разговаривает с чипом в голове. Это ее цифровой аватар. Он говорит ее голосом. Алгоритм синтеза обучался на ее старых видео. А вот, кстати, мой голос, если бы он обучался на моих старых видео. Привет, меня зовут Артур. Анимировано ее лицо. Вы думали, мы только порно-дипфейки умеем делать? Мысли в речь он конвертирует со скоростью 80 слов в минуту. Примерно с такой же скоростью мы печатаем на смартфоне, а говорим в среднем по 100-150 слов в минуту. Да, у нас уже есть технологии чтения мыслей. Когда мы успели? Давно. И с каждым годом, месяцем, днем мы учимся делать это быстрее и эффективнее. Вот как это было. Ученые стояли перед теми же вопросами, которыми сейчас задаемся мы, думая об этом и мало что зная об этом. Что у нас вообще есть для того, чтобы прочитать мысли? Мозг. Что есть у мозга? Есть химия, электрические сигналы. Окей, наверное, сигналы можно прочитать. Если отследить, как и где зажигается электрический сигнал, когда мы думаем о Римской империи, мы поймем, какая цепочка нейронов отвечает за мысли о Римской империи. Хорошая идея. И вот с такой идеей мы проходили полвека. Думали, накидывали. Идеально было бы зацепиться с точностью до нейрона. У нас их примерно 100 миллиардов у каждого. Это много, но мысль же хранится не в нейронах. Давайте посмотрим на нейронные связи. Ученые прикинули, в первые годы жизни у ребенка формируется около 1000 нейронных связей. В секунду. И это старые оценки. Последние апдейты показывают, что связи формируются около миллиона. В секунду. Процесс формирования непостоянен. Таким образом, приходим где-то к 100 триллионам нейронных связей в голове у взрослого человека. Для сравнения. Звезд в Млечном Пути в тысячу раз меньше, чем этих связей. Наш мозг это тысяча галактик. Окей, подключиться к нейронам все-таки на порядке проще. Но, возможно, подключаться ко всем нейронам нам и не нужно. Есть вот эта шапочка с электродами для ЭЭГ. Уже неплохо. Можно установить, в каком участке мозга есть активность. Но все-таки, если залезть прямо в мозг, получится намного лучше. Ученые залезли в мозг одного пациента по имени Панчо. 128 электродов. Прикреплены на небольшой металлический прямоугольник. Получилась решетка электродов с шагом 4 миллиметра. Уже можно примерно установить траекторию движения мыслей. Вопрос. Куда эту пластинку вставлять? В каком месте в голове обитает речь? Когда-то эта задача казалась нерешаемой. Ведь речь распространена по разным участкам мозга. Когда я думаю о том, как побирается мистер Бист в теле восьмилетнего ребенка, в голове не пробегает лишь одна цепочка. Зажигается целая симфония в разных участках коры, где закодированы мысли, образы, слова. Но теперь мы примерно понимаем, что одна зона, зона в вернике, отвечает за понимание и обработку речи. Если ударится головой в этом месте, или если ее затопит при инсульте, слова перестанут иметь смысл. Они превратятся в шум, вроде шелеста, листьев или звука проезжающей машины. И ни один каламбур больше не будет вызывать этот истерический смех. Грубо говоря, эта зона преображает мысли в слова. Но это все еще слишком обширные области, чтобы попытаться считывать из них целые слова. И тут ученым помогли факты, которые я упоминал в роликах про лунатизм и внутренние голоса. Зона брака, которая отвечает за воспроизведение речи, тесно связана с моторной корой. Когда мы пытаемся произнести слово или букву, мы не только думаем об этом звуке. Нам нужно задействовать моторную кору, чтобы открывать рот, двигать губы, челюсти, язык, гортань. И вот эту цепочку, как оказалось, отследить намного проще, чем саму мысль. Ловить не мысль про то, что Старфилд говно, а сигналы к мышцам, которые нужно напрячь, чтобы это сказать. Старфилд говно. Тогда мы решили создать словарь. Переводчик с нейронного на английский. Для этого ученые просили людей читать на экране и произносить одно и то же слово про себя много раз. Парализованные люди просто пытались это слово произнести. Пытались отдать сигнал мышцам, чтобы сказать. Панчо, который с пластинкой в голове, провел 48 таких сеансов. В 80 недель он пытался произнести 50 самых распространенных слов. Напомню, у него было всего 128 электродов. Если просто читать это по карте, как стоматолог читает по снимку, это почти невозможно. Но лучше всего нейронную сеть может прочитать нейронная сеть. Противоречия? Нет. Парадокс. С точки зрения движения мышц, многие слова произносятся похожим образом. Посмотрите на мои губы. Привет. Клинет. Ми-нет. И единственный способ установить по губам, какое из этих слов я сказал, это контекст. Что вероятнее я говорю? Привет, как дела? Или, блин, нет, как дела? Это умеет делать GPT. Он буквально создан, чтобы предсказывать слова по контексту. И именно так Панчо в свое время научился говорить со скоростью от 15 до 18 слов в минуту. Точнее, языковые модели с поразительной точностью предугадывали, что он пытался сказать. А теперь вспомните интеграцию в начале, подпишитесь на мой телеграм-канал про нейросети, это как раз про языковые модели, и идем дальше. Они учились на 50 словах. Это мало. Для полноценного разговора на английском хорошо было бы хотя бы тысяч пять слов. Но теми темпами обучать алгоритм пришлось бы 155 лет. Нужно было искать другой выход. Слов много. Но вот звуков, из которых они состоят, намного меньше. И для того, чтобы их произнести, тоже нужно подавать сигналы мышцам. Так вот, оказалось, чтобы расшифровать любое слово на английском, нужно всего 39 фонем. Для сравнения масштабов это примерно в два раза больше, чем нейронных связей усасай как просто. И именно этот способ позволил N общаться со скоростью 80 слов в минуту. Языковые модели буквально творят чудеса. Вместе с попытками понять, что человек пытается сказать, разработчики того же интерфейса учатся расшифровывать то, что он слышит. Суть примерно такая же. Здоровым людям давали слушать разные речи мужчин и женщин, и даже включали фильмы. А потом обучали нейросети декодировать из записанной активности фонемы. Но дальше больше. Некоторые исследования показывают, что в нашей внутренней речи тоже задействованы те самые слуховые зоны мозга. Таким образом, это важный шаг на пути к расшифровке самой мысли. Есть два успешных направления. Расшифровка того, что мы хотим сказать, и того, что мы слышим. И их уже объединили в один проект. В диалоге пациента с исследователем научились распознавать и вопросы, которые он слышит, и ответы, которые он дает. Так что дело за малым. Во-первых, нужно увеличить разрешение той самой пластинки в мозге. В идеале до одного нейрона. Но с языковыми моделями любая аппроксимация работает все лучше. Во-вторых, у нас уже есть успешный кейс распознавания импульсов одного человека на основании обучения другой группы людей. То есть в теории не нужно даже будет собирать твои личные паттерны активности, чтобы читать твои мысли. Интерфейс уже готов. Но, кажется, расшифровать мысли – это одно. А что, если думать образами? Это ни слова, ни фонемы. Как эту активность расшифровать? Получается, скрыть свои мысли можно мысля не словами, а образами. Нет, нельзя. Если словесные мысли можно прочитать из моторной коры, которая отвечает за движение рта, то образы можно читать из зрительной коры. После некоторой подготовки исследователи уже могут определить, представил ли ты Эфелеву башню, Мерлин Монро или Майкла Джексона. Для этого полезной оказалась томография. Вы знали, что МРТ-аппарат уже может создать трехмерное изображение содержимого твоего тела, причем даже в движении. Можно увидеть, как движется кровь в сосудах. Более интенсивный поток окрашен в красный, менее интенсивный – в белый. И чем сильнее точность, тем лучше мы можем рассмотреть кровоток мозга, тем проще рассмотреть повторяющиеся паттерны. А дальше дело просто передается нейросетям. Ученые из Беркли показывали людям видосы и картинки, пока их сканировала машина МРТ. Много лет ушло на то, чтобы программа научилась находить корреляции. Потом им показывали видео, похожие на те, на которых учился алгоритм. И на основании только активности их мозга составили изображения, которые, вдумайтесь, на 30% совпадают с изображениями, которые они видели. Можно разглядеть конкретные предметы, деревья, машины, лица. То есть тоже дело только в точности. Только производственных мощностей не хватает. Исследователи из Киото учатся определять, что человеку снится. Испытуемых по 10 раз за 3 часа будили и заставляли пересказывать, что им снилось. Они составили список образов и снов. И алгоритмы нейросетей с точностью до 80% смогли определить, снится ли человеку, например, мужчина. А в Калстейте в Лос-Анджелесе составляют визуальный словарь образов. Они показывали людям предметы, объекты, людей, смотрели, как мозг на них откликается. И на основании этого исследователи могут предсказать, о чем люди подумали и что они вообразили. Раньше казалось, что для чтения мыслей, слов, импульсов, образов нужны бесконечно большие производственные мощности. А оказалось, нейросети даже на таких несерьезных масштабах могут читать и предсказывать даже конкретику. А теперь давайте подтянем сюда какой-нибудь GPT-4 и представим, на каком этапе находятся эти исследования сейчас. А теперь представьте, что то, что вы представили, они уже могут с определенной точностью прочитать. Что делать? Не хотите давать им свои данные для обучения? А вы когда-то носили умные часы или фитнес-браслет? Они ведь собирают ваши данные не только, чтобы вы видели свои показатели. Они обучаются на вас собирать и обрабатывать их лучше. А теперь представьте, что носить чипы в голове будет так же модно. И вот у большинства населения часы на руках, арподзы в ушах и чип в мозге. У научных групп появляются дополнительные ресурсы. Они объединяют все перечисленные исследования и... Полностью читают ваши мысли. От снов до образов. От слов до грязных мыслишек. Маловероятно? А вы давно читали пользовательские соглашения к вашим гаджетам и приложениям? Да сам факт того, что вы смотрите это видео, был бы невозможен, если бы ютуб не обучился на вашем же поведении. Листайте тикток, кликайте на обложки на ютубе и очень быстро будет составлена индивидуальная карта всех ваших реакций на визуальные образы. И вот ваша реклама в инстаграме будет уже не только о том, что вы вчера говорили, но и о том, что вам вчера снилось. Безумие. Но безумие, наверное, только для нас с вами. Как будут мыслить и относиться к этому дети, рожденные в эпоху тотального чтения мыслей? Когда никакой приватности даже в твоей голове уже даже близко не будет. Что это будет за мир? А вы уверены, что вы все еще понимаете, как работают мысли детей, которые выросли с планшетом в руках? Хочется же не отставать от прогресса, не стать, как наши родители, консервативными и непонимающими мир. Мы даже не заметили, как нейросеть вот здесь стала уже намного слабее, чем нейросеть вот здесь. Поразительно, что для видео про то, как нейросеть читает нейросеть, я собирал данные, используя нейросеть. Чат GPT способен на многое. И это настоящее чудо, что весь этот функционал доступен обычным пользователям. В своем телеграм-канале про нейросети я рассказывал, как чат GPT помог мне в написании этого сценария. А в рамках своего курса я все это покажу в прямом эфире. Я покажу, как я ищу идеи, делаю ресерч, выбираю материалы, пишу эссе, пишу сценарий. И все это буду делать на стриме в реальном времени. И видео, которое получится в итоге, вы увидите на этом канале. Субтитры сделал DimaTorzok